друзья приветствую вас на нашем канале посвященному ремонту квартир своими руками сейчас буду заливать пол пол с перепадом где-то в среднем от пол сантиметра до двух с половиной сантиметров маяки у меня штукатурные как всегда по полу поставлены так ну и в чем как бы суть такой перепад заливал до этого я геркулесом геркулес наливной пол геркулесовский самовыравнивающий и вот сейчас хочу попробовать brosex nt 41 так вот эта смесь она идет для выравнивания бетонных оснований толщиной от 5 до 4 ну от 5 миллиметров до 4 сантиметров для внутренних работ как бы что получается геркулес цена мешка где-то 460-480 рублей зависимости от магазина там ну и скидок на него вот этот мешок стоит 260 рублей вес также 25 килограмм ну и как указывает производитель можно заливать свой толщиной до 5 миллиметров такой слой принципе очень много материалов которые вот именно можно залить такой свой фактически это только наливной полу наливной пол он весь дорогой то есть это вот геркулесовский это один из самых дешевых принципе они вообще где-то в среднем ценник 600 рублей он 700 и и больше бывает ну то есть вот сейчас хочу залить посмотреть как он себя поведет потрескается не потрескается бухтеть будет не будет ну как бы надеюсь что конечно все будет нормально то есть сам как бы заливают так вот таким вот разводом первый раз то есть посмотрим что получится так ну и как указывает производитель вот на один мешок нужно где-то от двух с половиной до трех литров воды я уже как бы маленько не попробовал заливать то есть смотрите получается если у вас свой 5 миллиметров то все-таки надо добавлять побольше потому что при заливке двух с половиной там трех литров воды на мешок получается что смесь густая то есть его неудобно поравнивать то есть когда свой потоньше нужно воды побольше ну и он фактически в принципе довольно хорошо растекается а когда густой в принципе то же самое как вот со стяжкой с геркулесовской работой только он более такой вязкий так ну в принципе все сейчас заливаем ну и потом посмотрим какой будет результат ну и опять же еще вот что недавно было ну как бы я просто знаю что такая история была что люди взяли вот эти мешки и они подумали что это наливной пол то есть его можно просто налить на пол он раскипется и все то есть это пол не наливной его нужно тянуть по маякам вот так вот чтобы просто взять и разлить у вас не получится это сразу метить в лиду нужно наставлять маяки и тянуть по маякам даже если это там маяки допустим 5 миллиметров если просто то проиграть им скорее всего тоже не получится потому что у меня фракция все таки довольно да так ну все работаем итак друзья пол залили ну ощущение честно говоря от этих паров от этого родителя как бы непонятное так и осталось ощущение такое что вот если в стяжку налить наливной пол наверное будет примерно то же самое то есть это как бы и не стяжка и не наливной пол то есть вот у нас вот так вот залито да смотрите если вот допустим маяки стоят и делаешь пожиже и наливаешь вот так по типу наливного пола то только чуть погуще чем от наливной пол за когда замешивается и вот разливаешь принципе разливается довольно хорошо растекается но и в любом случае нужно подтягивать правилом то есть если вот есть возможность то есть мы заливали в одной комнате поэтому где-то делали гуще чтобы было как стяжка где-то делали пожиже чтобы было как как вот как наливной пол когда заливает то то есть если как погуще делаешь тянуть правилом не удобно то есть это не так удобно как стяжку то есть тяжкой удобнее намного работать но опять же стяжкой нельзя такие сроя тянуть то есть тяжко у вас забухтит сто процентов и слетит как наливной пол он как бы тоже не идет то есть просто так залить не поручится то есть нужно именно выставить маяки и по этим маякам все равно подтягивать правилом то есть непонятно сейчас я буду смотреть если ничто нигде не вспучит не потрескает там и это тогда в принципе его нормально можно использовать вместо клея клей конечно хотя на клей где-то в районе там 160 200 рублей этот 260 но им конечно намного проще работать чем опять же клеем я вот заливаю частенько такие сроя поэтому ну посмотрим как он дальше себя поведет если будет все нормально тогда конечно как бы цена цена качества ну и работа состав нормальный если начнет бухтеть тогда уже как бы конечно не вариант но как бы так пока да и опять же в любом случае если вам нужно сделать идеально все равно сейчас не будет небольшая усадка и на следующий день нужно будет все на следующий день или через день прийти и подтянуть подтягивать опять же клеем придется ну я на этой квартире у меня был наливной пол я его все равно сверху протянул сеткой то есть я страхуюсь очень довольно дорогой ремонт и лишние проблемы не нужны поэтому я армирую сеткой я сейчас это подсохнет маленько и я буду прогнутую и буду все равно армировать сеткой уже протяну клеем и сетку а